Потом поедем в Зальчик, это не моя, если что, это Лёхина. И это наш отдельный выпуск про то, как мы затариваемся на загрузку. Снимать не можно, не можно. Прошли, можно, даже везде можно, на самом деле. Нельзя, по идее, снимать гостей магазина, кстати, без их согласия. Еще и выкладывать без их согласия. Себя снимать можно везде, и в Испании даже так говорили. Продавцов нельзя, если они против. В общем, будем затариваться сейчас продуктами на загрузку и какие-то вкусняшки на день после соревнований. В общем, меня уже расстроил магазин Lidl, который находится у нашего дома, потому что, а, тележки платные, у нас нету мелких монет местных. Второе, они мне не дали пойти в туалет, но я настал им на стену. Окупанты в городе, все нормально. Вот, ну, так уж вышло. На самом деле, я просто бы уж терпеть не мог, дома выпил литр воды перед выходом. Рассчитывал, дает до магазина, сделаю дело. Сделал дело. Все такие вкусняшки. О, Рома, я вижу нашу загрузку, кстати, это Bengals. Вот они. Мы будем грузиться донатцами. Донатцы, чем хороши? Высококалорийные, сочные, легко жуются, их не хочется забивать. Это очень важный момент, чтобы не было сильной жажды. Так, нам нужен соус, нужны макарошки. Вот, Ромочка уже присмотрел. Выглядит красиво. Кексик, да? Времени у нас тут будет много, что-то мы их попробуем. Хотя, на самом деле, ну, вы знаете, по результатам визы мы уже решим, что мы будем употреблять. Тетя говорит, что типа не доснимать сейчас с карты. Сто процентов, смотрите. Здравствуйте. Купили хлебцы. Кстати, если что, ребята, мы выяснили курс. В общем, вот это стоит, к примеру, 100 рублей. 5,25 злотых, это сотка. Теперь мы можем ориентироваться в ценах вот таким вот образом. В принципе, в Европе продукты дороже, везде дороже. Но и зарплаты другие. Поэтому все уравновешено, на самом деле. В общем, друзья, коротко по этому непосредственно Лидлу. Это пиздец. Давайте так, чтобы вы понимали просто. Вот здесь трусы. Здесь нитки. Здесь соус. Консервы. И, короче, тут ничего найти невозможно. Даже макароны я не увидел. Поэтому мы сейчас тут закончим. Я думаю, поедем в магазин, где в более понятном расположении. Там точно так же. Там йогурты, рядом пылесосы. Ну, для меня сложно. Видимо, сейчас я такой. Или то, что мне этот валют не пустили, разлился я. Или я тут как-то взбесила. Мне тут не нравится. Все. Финита ля комедия. Соус. И не тот. И, кстати, даже сладостники мне здесь не понравились. Ничего нету прикольного. Надо двигать. Надо двигать. Сейчас мы Ромку хватаем и поехали. Другой магазин. Мы в том магазине оставили терешки. Была большая очередь. Мы забили и решили все купить уже здесь полноценно. А, знаете, со входа выглядит все лучше и приятнее. Я жду завтра по дороге. Даже не знаю. В общем, завтра уже начну есть. Пока не таримся, но выглядит все очаровательно. Видимо, традиционные пироги, я так подозреваю. Потому что вот эти шарлотки, это, так понимаю, что что-то польское. Торты. Заварные пирожные. Как я уже говорил, это нас ждут. Кисьяку, красивые кексики. Пончики. Чур. Вон торт берет. Зелень берет. И что. Намного приятнее магазин. Вот тут мы сейчас возьмем все, что нам нужно. И главное, воду не забыть, пацаны. Вода там вся выпита. Вот с этим рис взлетает просто. И макарики тоже. Свит-чили соус. Не то, что мы брали в Португалии, но я уверен, что он не должен уступать. Прямо значительно по вкусовым характеристикам. Калорийно, но во время уже диеты абсолютно никаких проблем. Диета-загрузки. Их проблем с этим нет. И еще хочется немножко горчицы. Вода. Вода. Комментарии открывать можно? В комментарии, в чате можно писать. Не знаю, где мы дома будем разбирать пакеты, снимать или что. Сейчас мы закупились на 6 тысяч рублей. Вот я пересчитал. А сколько? 6 тысяч. Ну, кстати, нормально. Ну, плюс-минус. Ну, я купил дорогие макароны, лосося взял. Какие-то сладости. Ну, тут, опять же, обычные европейские цены. Ну, недорого все равно, взяли нормально. Ну, у нас не брали никакой почти. Ну, чтобы такое. Потому что, может быть, дорогостоящим. Тут, походу, написано, если я не ошибаюсь, так, краем глаза увидел, 7 лет гарантии на Киа у них. Это как бы крепко. Уверенный в бренде, да? Как аккуратно не укладывай. Сейчас я тронусь, и там будет, как говорит Рома, самощество ложится там в багажнике. Я хочу приезжать в топ-маркет. Мы на него глянем просто. Хочу протянуть батончик съесть, чтобы не есть объемные тяжелые пищи. Рома, он любит покушать, поэтому еще поднимем номер. Номер, дом. Доснимем ролик. Рома очень готовить. Поест, и мы отправимся тренироваться. Нормально. Какие-то разные. Ну, типа... Жруненько. Как говорится, ребят, скачки два раза. За пакетами не ходят. Тем более, у нас третий этаж. Живем под самой крышей. Там немного ближе до звезд. Да, вот. Как пел. Поднимем песню. Ну, естественно, когда ходим по магазинам, в первую очередь хочется, ну, чего-нибудь вот такого набрать. Взяли печенек всяких разных. Но это не на загрузку. Это уже после. Покайфовать, чтобы это все было, так скажем, в наличии дома. Сразу достал, чаечек попил. Естественно, монстры. Без сахара. Стры. Вот. Русланчик очень любит газировку. Вы все это прекрасно видели до этого в разных выпусках. Поэтому... Давно не купил. Очень давно видел. Пепси. Сейчас что-то профутал купить. Это, грубо говоря, еда на сейчас. Яички. Стейки. Филешка. Форельки и лисенки. Ну, тут, естественно, баллонезы и варенички. Это... Олексию. Ну, я потом такую лазаню тоже съем. Да. Русланчик любит вот такие веселые всякие макаронки. Разосветные. Потому что они с добавлением там различного рода овощей. Лучше усваиваются. Вот. БЦА прав. Здесь мы это не брали. Это мы привезли с собой. Вкусный лицетин. Огурцы. Так я ем лицетин. Вот так, смотрите. Он очень вкусный. Очень вкусный. Тут взял какой-то шарлотка. Сазарлотка. Зарлотка. Ну, в принципе... Я люблю шпинат. Поэтому сейчас у меня будет прием пищи, кстати... Филешечка со шпинатом. Перестренировочкой. Ну-ка, кто внимательно смотрит канал? Друзья, комментария. Что же такого полезного из шпинати? По причине чего его сделали продуктом, который ел поймаряк. От этого становился мускулистым и сильным. Какое вещество в большом объеме содержится в шпинате? Ну, соответственно, печеньки вот эти с орео мелко... Они просто бомбезны. Я их не пробовал, но когда я услышал, как они в один голос вместе с Лёхом... О-о-о, это бомбезный, надо брать. Вот, обязательно их взяли. Тут кленовый сиропчик. Это я себе на загрузочку уже на второй день, когда чуть-чуть багетик буду подъедать. Буду кленовым сиропом поливать его. Собственно, рис джасмин тоже на загрузку. Ну и хлебцы, это сейчас вот мой основной источник углеводов, потому что они очень легкие, очень мало в них калорий. И как бы, ну, более или менее насыщаешься, если так можно назвать. В общем, вот это всё на 6 тысяч рублей. Ну, с копейками там вышло. Чипсы Принглс оригинальный. Это для того, чтобы подъедать немножечко... Соль, 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 именно уже за сцены. И картофель. Вот. Авокадо, овощи. В общем, такая классическая продуктовая корзина качка на подводке, на подготовке. В общем, всё. Я себе делаю быстренько стейк, кушаю, и через полчасика мы выдвигаемся на тренировочку. Форельку. Форельку. Вот, всё. Всё, мы кушать. Форельку. Форельку. В общем, я не сильно уверен. Я ещё точняю у визового центра. Но пришло письмо, в котором написано, что консул, консул США в Варшаве, короче, почему-то принимает только граждан Польши или резидентов Польши. И по этой причине ваша запись на собеседование на американскую визу была отменена. Вот так. Вот. Very bad новости. Very bad. Ну, неприятненькие новости. Максимально обидно. Очень. Получить квалификацию. И из-за невозможности выехать из страны, ввиду отсутствия визы, туда не поехать. Ну, говорят, что при квалификации там как-то помогают. Хотя это было раньше. Тогда в России были конкурсы. Вообще нормальные отношения. Ну, ладно, я че написал... Нашему визуал мензу. Да. Вот. Как бы это... Да. Сказать, что я охуель, это не чей сказать. Дерьмо. А у нас еще, блядь, оплачено нахуй жилье тогда среды. Ну, если что, ну его нахуй. Я домой хочу. Ну да. Завтра еще рабочий день. Нам, наверное, что-то уточнят. Как бы, ну это какое-то, блядь, гебланство. Зачем записывать русских на собеседование? Если потом, типа, мы не принимаем. Ну, как бы, то есть, типа, куда охуел, просто бабок взял за... Там же, ну, платишь за это? За подачу документов. И в само консульство бабки берет. Не люди, кто помогают оформлять. А именно консульство берет деньги за оформление. То есть, вы платите за визу. Да, за право въехать в страну. Блядь. Пизда, ты бизнес. А мне и так хуево, хуевее не будет. В глазах темнеет. Сейчас делали кардио, будете смеяться. На второй минуте у меня настолько поплыло, в глазах потемнело. Но я решил вопрос, секретная методика. Я глаза закрыл и продолжил делать. Ну, занят. Повиси. Алло. Знаешь, что пишут? Говорит, еще, мало того, прикол. Говорит, мы сейчас записываем людей в Варшаву на Октябрь. Все нормально. Запись есть. Ну, может быть, такая тема у американцев. Они тебя записывают, берут бабки, потом говорят, ой, нельзя. Ну, оплата, говорит, ничего не означает, никакой гарантии. Это право пайпаса собеседования. Ну, это вообще, блядь, варжа. Все, главное, спрашивают. А вы билет обратно и брали уже? Может, мы перезапишем вас? У нас, как бы, тоже нет тут возможности в Польше жить, как бы. Может, есть возможность даже есть, но желание не малейшего. Ну, если нам завтра рано скажут. По поводу, ну, точно ли отмена, мы рано узнаем, то на понедельник начнется билет прямо домой. Поехали. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...